Продолжает настройку аналитической системы человека луч Риба-4. Он изменчивый по цвету, может быть красным, розовым или оранжевым. Работает в связке с чакрой Вишутха, ускоряющий, очищающий кровь луч. Под его воздействием состав крови нормируется, а сама кровь становится красивой. Поэтому он особенно необходим после хирургических операций. Когда луч доходит до сердца, в нем обозначается световой кристалл. Этот кристалл в начале работы может быть гранатового цвета, но затем постепенно светлеет и становится как изумруд. Кристалл активный, он вращается, испускает лучи, его свет очищает артерии, вены, лимфатическую систему. От его работы организму становится приятно и нарастает позитивный настрой. Луч Риба-4 действует по-другому, как все предыдущие лучи. Это слияние микро- и макроуровней. Сливается звучание космоса и внутреннего мира человека в проявлениях природы. Ведь невероятной яркости процессы происходят. Созидательные, гармоничные, прекрасные. Они вытесняют из сознания человека привычные фоны машин, засорений, мусора. Будто гигантский магнит вытягивает все ненужное из тела человека и земли. Потом большая вода омывает и тело человека, и тело планеты. Происходит обновление. И человек, и земля расцветают. Появляется возможность ощущать необычайной чистоты воздух и дышать ним. В голове отображаются много планет. Они вращаются, вспыхивают цвета разноцветиям, испускают лучи, выстраивают связи с органами. Меркурий, Луна и Солнце особенно активно участвуют в работе луча. Меркурий задает направление работы. Луна с энтузиазмом включается и помогает нормировать жидкостные среды организма. От Луны как будто дождик идет и наполняет все клетки кристально чистой водой. Во время работы луч работает как система. Встает на макушку головы и как гелем заполняет сосуды, капилляры под давлением, под напором. И сепарирует негативы. Сначала артериальную систему, затем венозную, затем лимфу. Потом луч поднимается вверх и сепарирует поврежденные энергоинформационные элементы. А затем возвращает все нормированное в систему. И все становится очень красивым. Нормируемый элемент отделяется лучом с особым звуком, чпок, и уходит в чакру сахасрара. А затем чистый и сияющий возвращается назад. В вишутке происходит очищение. Затем в анахате. И в ней норма, гармония, любовь. Очень скоростной луч дает отражение на солнце. И когда солнце касается, там вспышка происходит. При работе луч делает золотые восьмерки через солнечное сплетение. И все тело покрывается цветами. Кристалл встает в сердце. И возникает вопрос. А правильно ли, что он там находится? И кристалл отвечает. Правильно. Затем происходит активизация ДНК. Она встрепенулась, вытянулась и пустила горизонтальные серебристые лучики. После этого работа идет внутри клетки. Клетки иногда теряют ориентацию. Они сбиваются в кучу, как фарш становится. Лучите клетки. Расправил. Распределил. Настроил. При их согласии. На правильную вибрацию. Из клеток в это время стали вытесняться через поры черные игольчатые внедрения. Вода организма замерцала, как лунный свет. Вишутка выстроила световой мост на солнечное сплетение. Она расширилась. И издает настроечный хрустальный звук. И от этого звука вода танцует, соединяется с другими каплями и выстраивает гексограммы, которые видят и Солнце, и планеты. Новый лучевой поток, турбулент, принимает от Солнца Меркурий и передает далее на Луну. Потом, уже в организме, их принимает чакра Вишутка и задает моторику всему процессу. Показывают чистые водоемы Земли. И воздух тоже очистился. Это означает, что работа по нормированию организма даже одного человека касается структур планетарного макропроявления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...